Здравствуйте! В эфире программа «Герой нашего времени». Сегодня в гостях на Аризон ТВ народный артист Республики Молдова Константин Москович. Знакомьтесь, Константин Москович. Родился 2 октября 1962 года в селе Карпинены, район Лапушно. В 1983 году окончил факультет Народные инструменты Государственного института искусств имени Георгий Музыческу. Свою музыкальную карьеру начал в те же годы как солист Оркестра народных инструментов под руководством Василия Коваля. С 1999 года является официальным представителем фестиваля «Славянский базар» в Витебске на территории Молдовы и Румынии. В 2000 году получил почетное звание «Маэстро искусств», а еще через 9 лет – Народный артист Республики Молдова, также имеет титул посла молдавского туризма. Мелодия Константина Московича является визитной карточкой Международного аэропорта в Кишиневе. В этом году, 4 июня, в Зеленом театре состоится мировая премьера «Константин Москович and the Crazy Orchestra», где зрители услышат мировые рок-хиты, исполненные на нае. «Константин Московича является визитной карточкой Международного аэропорта в Кишиневе. «Константин Московича является визитной карточкой Международного аэропорта в Кишиневе. «Константин Московича является визитной карточкой Международного аэропорта в Кишиневе. «Константин, здравствуйте! Мы рады вновь вас увидеть в нас в гостях!» «Здравствуйте! С каждым разом все прихожу и больше заряжаюсь положительной энергией». «Это очень приятно!» «Смотрю твои репортажи, они очень всегда веселые, на позитивной ноте и очень воодушевленные». «Сегодня у нас есть особенный повод. 4 числа у вас будет концерт. Расскажите об этом». 4 июня в Зеленом театре в 17.00 впервые проект называется «Константин Москович и Крэйзи оркестра». Не подумайте, что оркестр Крэйзи. Нет, такое название. Но все началось намного раньше. В 2013 году очень известный продюсер Андреас Платоновас пригласил меня в Таллинн на большой концерт Open Air, где 100 тысяч зрителей собрались. Сыграть маленький сет где-то на 20 минут с большим шикарным оркестром перед выступлением Сэра Элтона Джона. Выступление было яркое, красивое. Даже познакомились с Элтоном Джоном. Он даже спросил, слушай, я не понимаю, как ты на этой штучке людей вот так просто держал в руках. И все внимательно слушали. На что, естественно, мы обменялись комплиментами. Я сказал, вы знаете, вы сейчас выйдете, вот будет действительно здорово. И вот после этого Андреас Платоновас сказал, слушай, а ты не подумал сыграть рок на Найе? Было бы здорово и круто. На что я ему сказал, ты понимаешь, какое Найе? Это такой инструмент, это нежная мелодия, это дойны наши молдавские сырбы, хоры. Ну, классическая музыка, легкая эстрадная музыка. Ну, не как рок. Ну, в принципе, так и разошлись. И надо было, чтобы прошло 9 лет. И я вот постоянно думал, думал, вспоминал вот этот наш разговор. И на мой скромный юбилей, который был в прошлом году, 1 октября, в Национальном театре оперы и балета, я решил впервые сыграть несколько композиций, очень известных групп, таких как Scorpions, ICDC, Led Zeppelin, ну, такие пробные мелодии. Ты знаешь, реакция была, ну, не могу передать словами. Во-первых, люди были в таком шоке, как и я, и как и оркестр. Но, тем не менее, вот я понял, что вот что-то может получиться. Я видео отправил, естественно, продюсер, он посмотрел, он говорит, ну, наконец-то создал. Все, проект называется «Константин Москович и Крэйзи Оркестр». Официальная презентация была с 7 апреля в городе Риге. Был большой концерт в большом зале. Она прошла просто великолепно. Два раза люди вставали стоя, просили на бис, чтобы мы что-то сыграли. И поэтому вот под этим впечатлением я решил все-таки сделать презентацию здесь 4 июня в Зеленом театре. Тем более, ну, приуроченной, скажем так, открытию после длительного ремонта открывается Зеленый театр. Это место, наше любимое место не только артистов, но и людей, которые приходят, послушать живую музыку на свежем воздухе. Это, кстати, вот вас отличает. Вы всегда поддерживаете юные таланты. Я вот сколько за вами наблюдаю, вы стараетесь помогать. Да, я стараюсь. Почему? Потому что все-таки, ну, как-то не повезло. Мне пришлось самому через все это проходить. А вот есть возможность, почему нет. Кстати, вот некоторые композиции, где участвует, скажем так, почти вся студия Радик Рашиору. Это в композиции The Champions, Smoke on the Water. Участвуют и дети. Это очень здорово. Это такой хор громадный, это живые голоса. Также я пригласил несколько коллективов из Республики Молдовы, хореографических, танцевальных, которые вначале покажут свое творчество, покажут какие-то современные танцы. Значит, вечер располагает быть очень приятным, полезным, с хорошей едой, с хорошей выпивкой, со свободным, скажем так, веселым настроением. И главное, чтобы нас погода не подвела. Но бог меня любит, так что все будет нормально. Как вы отбирали участников, которые будут также принимать участие в вашем концерте? То есть по каким критериям? Возможно, они должны были отличиться в чем-то. Вы знаете, что касается танцевальных коллективов, я участвовал просто как член жюри на одном большом танцевальном, скажем так, форуме, где действительно очень много коллективов. Я был приятно удивлен, что несмотря на то, что в принципе практически на самых, скажем так, высоких уровнях ничего не делалось для того, чтобы поддержать этих людей, я посмотрел, насколько самотверженно руководители этих танцевальных коллективов стараются из этих детей что-то вылепить, что-то создать красивое. Буквально недавно, 2 мая, во Дворце Республики у нас был такой маленький концерт, где в основном участвовали более 10 танцевальных коллективов и юные дарования, которые прекрасно пели. И поэтому из тех коллективов кое-что я себе выбрал, предложил, и они с удовольствием согласились. Я думаю, это не первый, скажем, такой жест. Это будет еще, я думаю, сделать, может быть, какой-то большой фестиваль танцевальный, не знаю, на берегу Днестрап, на что, в принципе, лето располагает, чтобы где-то сделать в красивом месте с хорошими людьми что-то красивое. Поэтому есть очень интересные идеи, и очень главное, что есть люди, которые готовы это поддержать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько человек работает над, например, таким мероприятием, как у вас планируется 4-го числа? Потому что в первую очередь это большая организация. Это очень много документов, это какие-то разрешения, какие-то договоренности. Понимаете, просто, это не просто так, это 7 тысяч людей, которые придут на этот концерт. Надо рассадить каждого по зонам. Там есть специальные зоны, там, по категории стоимости билета. Хочу отметить сразу, я очень долго думал о финансовой, скажем так, потребности этого концерта, и сделал очень демократически, очень, на мой взгляд, даже дешевые цены. Почему? Потому что задача для того, чтобы много людей смогли прийти и позволили себе это. К сожалению, времена очень сложные. Не каждый может себе позволить пойти на какой-то концерт. Поэтому и на мой концерт, и на концерт Тамары Гварцстелли будут очень нормальные цены. У Тамары тоже будет небольшой разрыв, для того, чтобы очень много людей, которые хотят прийти на эти концерты, имели такую возможность. Вот вы уже видите, как распродаются билеты. Расскажите об этом. Я еще не запустил рекламу массовую, скажем так, с Тамарой Гварцстелли, но уже слух пустил, и уже звонят люди, спрашивают. На мой концерт, слава богу, тоже обстоят дела неплохо. Мне очень нравится, что приезжает много из районов. Кстати, из Аргеевского района. Да, на мои концерты очень много с Аргеевского района приезжает. Мне это очень отрадно и очень приятно. Приезжает даже с ГГУЗИ, приезжает с Приднестровья, приезжает очень много с Румынии. И я просто смотрю, когда покупаются билеты, в смысле по карточкам и так далее, там уже, естественно, идет некоторая данная фамилия, и откуда был сделан запрос, и откуда была сделана операция. Поэтому я очень рад, что мои концерты объединяют людей, призывают к миру, к добру. И мы должны создавать вот эти все условия, несмотря на, скажем так, окружающие условия, в которых они живут. Потому что не каждый себе может, я еще раз хочу подчеркнуть, прийти на концерт, к сожалению. Потому что если раньше это была нормой и нормальной позицией для любого человека, обязательно раз в месяц пойти посмотреть спектакль, пойти в цирк и так далее. Сейчас, к сожалению, не каждый может себе это позволить. Поэтому без особой поддержки мы стараемся как-то выйти, вырулиться. Будут ли какие-то специальные гости за рубежа на вашем концерте? У меня на моем юбилейном концерте было очень много зарубежных гостей. Я в каждый год на свой юбилей придумываю какую-то новую программу. И вот, наконец-то, ну, очень круглый юбилей, 60 лет, 40 лет творчества. Посоветовался я с женой, говорю, слушай, я бы хотел пригласить вот таких классных девчонок и сыграть с ними вдвойне. Естественно, это было одобрено. Приезжали, причем, девушки, которые играют на этнических древних инструментах. И очень красивый был дуэт с представительницей Азербайджана, Турции, Греции. Из Молдавии была дочка известного нашего композитора Ливио Штирбу, Левика Штирбу-Соколовна, фортепиано. И, вы знаете, это очень красит концерт. Почему? Потому что разнообразие не только музыкальное, но и исполнительское. Оно всегда обогащает общую картину концерта. С Тамарой, ну, мне кажется, я не знаю, ну, как бы я буду как специальный гость там в этом концерте, но, мне кажется, даже я там лишний, потому что Тамара Гварцители – это все-таки человек, женщина-легенда, которая, в принципе, разной возраста, ее любит, ее знает, ее песни. И поэтому концерт, который мы планируем провести 2 июля, естественно, будет иметь какие-то тоже маленькие какие-то сюрпризы по возможности. Естественно, это будет с большим симфоническим оркестром, с хорошими музыкантами. И надеемся, что люди придут и 4 июня на мой концерт, на мой музыкальный эксперимент, и 2 июля на концерт Тамары Гварцители. Если говорить о Тамаре Гварцители, какая она за сцена? Вот вы как человек, который ее знает, далеко не все знают. Вы знаете, мы дружим, ну, более 20 лет. За весь этот период у нас отношения остались такими же теплыми, как в первый день знакомства. Для меня большая честь, когда я обратился к ней с просьбой быть крестной моего младшего сына. Она с радостью это восприняла. Она приехала сюда, она была на всех наших молдавских, скажем так, празднованиях, да, согласно канонам и всего. И поэтому она приезжала ко мне на 50-летие, она приезжала сейчас на 60-летие. Она приглашала меня на концерты, я вместе с ней выступал в Карнеги-Холл в Америке, в Миллениуме. Мы часто пересекаемся на концертах или в Москве, или в Белоруссии. Ну, сейчас как бы вот уже будем встречаться и в Кишиневе, и уже есть запланированные совместные какие-то выступления в Европе. Расскажите об этих выступлениях. Вы сказали в самом начале нашей программы, что планируются гастроли, куда, какая программа. Ну, просто знаете как, сначала делается логистика. Вот этот наш гуру, это Андреас Платоновас, который сейчас вычисляет, смотрит площадки. Единственное, что вот зрители с Риги, они требуют повторить обязательно этот концерт, не просто один концерт, там планируется целых четыре концерта, чтобы и в Вильнюсе, и в Юрмале было, и в Риге, и обязательно в Таллине. Как бы они сейчас дискутируют. Будущие концерты планируется провести, начать с Бухареста, потом в Софии, в Болгарии, спуститься в Стамбул, со Стамбула прилететь в Баку и закончить четыре концерта в Израиле. Вот как бы такой маленький мини-тур. А программа сама какая? Сама программа, она та же, которая будет и 4 июня. Это известные рок-хиты в исполнении на памфлете. Значит, как и любой продукт, он должно пройти какое-то время для того, чтобы все отточилось, для того, чтобы все стало на место, и чтобы люди, главное, узнали почему. Почему? Потому что это, конечно, вложение в какую-то рекламную продукцию, естественно. Это какие-то съемки, это обязательно какие-то концерты, выступления для того, чтобы продвигать именно этот новый продукт, который называется Константин Москович и Крэйзи Оркестра. Какими были реакции после вашей презентации концерта? Очень позитивные. Значит, самое яркое, скажем так, это мне переслал уже промоутер из Риги звуковое сообщение. Директор самого популярного радиостанции в Риге, ему переслало звуковое сообщение со словами. Мы очень скептически шли на этот концерт, ну да, посмотрели в угле, да, Най, многосвольная флейта, играется на Балканах, в Румынии, Молдаве. Когда услышали первое произведение, мы немножко были в шоке. Со второго произведения мы начали просто влюбляться в этот звук, и то, что творилось после этого, ты уже сам был свидетелем, в смысле, этот промоутер. Но самое главное, она сказала, что рижский зритель, он особый, он очень избалованный, да, действительно, там очень много концертов, очень много мероприятий. И для того, чтобы собрать полный зал, он говорит, это действительно стоит, поэтому привози этих молдаван еще раз. Это очень приятно. Очень приятно, да. Давайте дополним предложение. Музыка для меня это? Это жизнь. Мой самый главный друг? Моя супруга. Человек, которому я благодарен за все? Родители. Константин, я благодарю вас за интервью. Я желаю вам, чтобы у вас набралось как можно большее количество людей на всех концертах. Я вас приглашаю. 4 июня приходите. Будет очень здорово. Я приглашаю всех еще раз 4 июня в Зеленый театр. Сегодня в гостях у программы и героя нашего времени на Аризон ТВ был народный артист Республики Молдова Константин Москович. Смотрите нас каждую субботу на Аризон ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова